Закон Свобода. Пункт Свобода Воли в просьбе о помощи. Отдельно хочется поговорить об этом пункте. Просите помощи у своих духовных наставников и людей. Один из самых важных законов мироздания – Свобода Воли, позволяющие принимать самостоятельные решения и делать собственный выбор. Поэтому ваши духовные наставники, а они есть у каждого, терпелево ждут от вас вашего обращения к ним. Как правильно это делать? Например, у психолога есть запрос своим наставникам – «Не знаю, как найти клиентов для своей работы». Как правило, человек начинает судорожно размышлять своим ограничивающим мозгом. Что? Где? Как это будет происходить? У людей и так нет денег. Кто ко мне пойдет? Недорого ли я беру? Может снизить цену? Человек ощущает, что напасть подстерегает на каждом углу. Я обычно своим ученикам говорю «Вспоминайте мою начальную школу обучения, исследуйте по начальным методикам. Делайте первые шаги». Создайте высокое намерение. Например, «Мне нужны клиенты для работы, чтобы сделать наш мир лучше и гармоничней». Оно должно быть в позитивной формулировке. Далее сделайте мыслеобраз, максимально вас устраивающий в самых радужных красках, по факту. Я там-то и там-то, принимаю клиентов и продуктивно им помогаю. Мир становится чище, я богаче. Отпустили образ, как воздушный шарик, и забыли про него. Ваша задача на первом этапе – оставить первоначальный запрос без изменений, зафиксировать программу. Дайте вашим духовным наставникам работать на тонком плане. Они начинают переговоры с другими духовными наставниками вашего будущего клиента. Условно идут корпоративные переговоры. Верьте, что это уже существует в параллельной реальности на тонком плане. И скоро все материализуется. Если не хватает веры, спросите у наставников через медитацию или карты ангелов. Что поможет поверить? Запишите это в свой дневник мудреца. Будьте внимательны к реальности. Ждите новых возможностей, спускающихся свыше. Используйте новые возможности на все сто процентов. Лучше использовать не так, чем вообще пропустить мимо. Ваши наставники очень огорчаются, когда их труд, сформированные события, идут коту под хвост из-за вашей нерешительности. Уважайте их титанический труд, и вам воздастся. А вы по-любому получите бесценный опыт, за которым и приходит сюда ваша вечная душа. В любом случае, в итоге вы сделаете правильный вывод и полезное озарение для себя. Правило 1. Ваша цель должна быть сформулирована с высоких позиций. Высокое намерение от вашего запроса хорошо многим. Семье, обществу, человечеству, Вселенной, в том числе и мне. Правило 2. Ваша цель должна быть сформулирована в позитивной редакции образе. Учитесь рисовать четкие позитивные образы в голове. Это формирование вашего будущего на тонком плане. Это даже не программирование себя. Это разумный диалог с Вселенной и огромная помощь себе для выхода в параллельную позитивную миры. А это первый шаг к успеху. Пример. «Хочу бросить курить» – это негативная формулировка цели. А для чего вы хотите бросить курить? Что вы хотите в позитиве? Позитивная формулировка «хочу улучшить здоровье и перестроить себя на здоровый образ жизни». Пока вы говорите себе «хочу бросить курить», у вас в сознании звучат слова «хочу курить» и видится ненавистная сигарета, как вы с ней боретесь. То есть команда для мозга соответствующая. Если вы ставите позитивную формулировку, то у вас в сознании рождается картинка «человек пышет здоровьем», «чудесная радостная жизнь». Тем, кто хочет научиться устраивать цели правильно, для вас есть хорошая подсказка. Три кита, на которых располагается ключ ко всем дверям. Первое – чистое и высокое намерение. Второе – позитивные формулировки и образы вашей цели. Третий кит – это вера в то, что произойдет. А потом действие. Это уже платформа на китах. Если у вас есть желание, спросите себя о намерении. Для чего я этого хочу? Для какой цели я этого хочу? Например, хочу избавиться от чувства зависти. Тут понятно только то, что вас не устраивает, а не то, что вам надо на самом деле. И с такой формулировкой вы доедете едва ли. А вот цели – научиться радоваться чужим успехам, куда как более высоковибрационное и экологичное. Высокое намерение для того, чтобы жить самому в гармонии с собой и чтобы этому же качеству научить других. Хорошо не только мне, а многим, соответственно, Вселенной. Другой пример. Я хочу похудеть не потому, что ненавижу, когда я жирный, а потому, что я люблю, когда я стройный и радую глаз ближнего, принося физической выносливостью большую пользу на своем месте. Первую часть откидываем, берем для себя любимого вторую, где и намерение позитивные цели в одном флаконе. Как настроиться на эффективную работу по формированию своей цели? Расслабьтесь. Попросите своих наставников дать вам мысли для наилучшего формирования своего будущего с учетом желаний души. И приступайте к написанию. Итак, ваша цель должна быть сформулирована в настоящем времени по факту свершения. Правило третье. С закрытыми глазами представьте образ в самых позитивных красках. Правило четвертое. Напишите подробный план, как вы это будете достигать, и отпустите на время свой заказ во Вселенную. Правило пятое. Верьте в то, что создали. Просто представьте, что где-то в параллельной реальности это уже есть. Главное найти туда вход. Верите вы или нет, вас никто не убедит в чем-то, если вы сами этого не сделаете. В то же время важно изучать полезную литературу и видеоматериалы, особенно исследования в этой области, научные открытия, которые будут подкреплять убеждения от специалистов и экспертов по вопросу, которым вы задаетесь. Если вы себе логически объясните многие вещи, то ваш мозг согласится с новым убеждением. Но себе нужно помогать активнее через аффирмации и внушения. Например, с каждым днем я все больше и больше начинаю верить в чудеса и своим духовным кураторам. Максимально четко представляйте себе в картинках этот образ. Повторяйте это ресурсное убеждение 15-20 раз в день и попросите своих духовных наставников посылать вам знаки, чтобы убедить вас в данном вопросе. И главное, принимайте их вместо отфутболивания. Правило шестое. Отслеживайте новые возможности через предложения от людей, случайные связи. Ищите сами эти новые возможности. Для начала просто зайдите в интернет и забейте свой вопрос. Ищите, копайте, анализируйте, и дано вам будет. Можно обратиться к людям, которые сильны в этой сфере, экспертам. Правило седьмое. Воплощайте возможности в жизнь. Сделайте первый шаг и посмотрите на следующий шаг от Вселенной. Она отреагирует на ваши действия. Корректируйте свои действия относительно своего плана. Вспомните прямо сейчас это задание. Отправьте запрос своим духовным наставникам. Представьте все. Пропишите и отдохните. Чуть позже приступайте к чтению и дальше. Именно так мы будем реально изменять свою жизнь. Примечание. Зачем отдыхать после заказа? Свыше нужно время, чтобы воплотить желаемое. Мы всегда торопимся и бежим впереди паровоза. То же касается и сложных проблем, которые возникают по жизни. В панике мы пытаемся принять решение и начать срочно действовать. Это грубая ошибка. Свыше наставники еще не успели сформировать нужные события. Встречу с нужным человеком. Внушить кому надо полезные мысли. Помните, вы не один участвуете в данной ситуации. Там задействовано много персонажей. И ребятам свыше это все нужно состыковать с учетом всех интересов. Если есть возможность отложить активные действия, сделайте это. Дайте время своим духовным наставникам. Они все сделают в самом лучшем виде для вашего обучения. Ваша задача попросить у них помощи, отправить запрос правильно и отдохнуть. Твою возможность им создать события. Сотрудничайте с ними эффективно. Подводим итоги, как обрести свободу. Осознание собственного рабства, не только мировоззренческого. Перестать быть рабом, как ментально, так и в жизни. Люди не хотят посмотреть на эту проблему прямо. Они сами хотят быть в иллюзорной реальности. Они втянулись в эту игру хорошей и плохой полицейской мировой власти. Продажной политики, арабской экономики, лживого СМИ, бредового образования, псевдонауки и убийственной медицины. Поддерживая обслугу паразитического икрекера своим вниманием и возмущением по каждой несправедливости этого мира. Осознание настоящей реальности и многомерности нашего мира даст человечеству первый шаг к истинной внутренней свободе. Осознание по закону мироздания происходит только в моменте пребывания на высоких позитивных вибрациях. Именно поэтому людям важно научиться позитивному мышлению, то есть пребывать в радости, а также излучать из себя безусловную любовь ко всему сущему. В том числе и к деструктивным силам нисходящей спирали развития, но при всей любви ставить их на место. Выбор мыслей и действия Уберите чужую подселенную фразу из своего лексикона «От меня ничего не зависит». Поменяйте ее на «Я» в силах изменить как свою жизнь, так и правила игры на планете, которые нам навязали. Отстаивайте свободу там, где это в ваших силах. Каждая на своем месте. Пусть это будет ваш вклад. Даже если вы заставили местную администрацию заасфальтировать большую яму на дороге, или включить лампочки в подъезде, или перестать сыпать горы реагентов зимой на остановках и тротуарах, или убрать из школьной программы явный бред учебники математики или литературы общей петиции. Именно из-за страха, выполняя нерепые указания, мы поддерживаем эту общую паразитическую систему, ответвление которой проникли во все остальные структуры власти. Нам нужно научиться отстаивать разумность и адекватность во всех сферах жизни. А чтобы стоять грудью более эффективно, людям нужно объединиться. Именно в количестве душ наша сила. Тем самым мы собираемся по подобию мыслей и действий в большой эгрегор на тонком плане. Сейчас эгрегор людей по одной мысли «от меня ничего не зависит» больше, чем я в силах изменить как свою жизнь, так и правила игры на планете, которую нам навязали. И это в ближайшее время нам вместе нужно будет изменить. Это наипервейшая задача. Работайте со своими мыслями. Начинайте менять мир через свои мысли и слова, а затем действия. Спокойная реакция на любые раздражители Задача паразитической астральной силы – подливать масло в огонь, чтобы вы прежде всего негативно сэмоционировали и произвели корм, энергию низкой частоты для их питания. Все делается свыше ради наших реакций. Запомните это. Если ваша реакция спокойная, вы остаетесь при своем потенциале. Деструктивный эгрегор худеет и постепенно исчезает. И что самое приятное, ваша негативная ситуация тут же положительно разрешается. Не верите – проверьте. Это высшие законы мироздания. Выйти из всех страхов, то есть из-за грегора страха и чувства вины. Перестать бояться всего, за своих близких, будущего. Остаться одному, без денег, без работы, без отношений. Страх успеха, больших денег. Страх осуждения и оценки. Страх дать критику, обратную связь. Припишите сюда свои страхи. Самая простая методика внизу вам в помощь. Это будет первый шаг. Далее, если вы создадите намерения своим духовным наставникам, то они вас приведут к другим нужным материалам, людям, учителям, которые помогут вам с этим окончательно справиться. В том числе в моих школах вы найдете концентрат легких и эффективных методик под все задачи жизни. Заявить на тонком плане, что вы заявляете о раздорожении связи с паразитическим агрегором и забираете свои силы и энергию. Энергию нельзя уничтожить. Это доказали наши ученые-мужи. Вы сами решаете, куда ее направлять. Далее освойте в этой книге базовые законы мироздания. Важно наладить прямую связь со своей душой и своими духовными наставниками. Человек восстанавливает ту связь с высшим началом, которая дается каждому при рождении, для общения и получения достаточной энергии и информации для наилучшего прохождения опыта на Земле. Как получать достаточную энергию и быть энергетическим миллионером? Читайте в книге «Ключ ко всем дверям». Помните, что вы живете в Творце. Вы сами часть этого большого организма. Вы сотворец. Он везде. И чтобы с ним общаться, совсем лишнее куда-то специально ходить. Достаточно погрузиться в самого себя, в тишину, и слушать свой внутренний голос. Это можно делать в любом месте на планете, а не обязательно в определенных местах, отведенных посреднической системой. Пребывание на личных высоких вибрациях. Интуитивное мышление эпохи Водолея. Мыслить позитивно и возможностями. Данное мышление автоматически послужит вам защитой от всех напастей, несчастий, подключек и взаимодействий с низшим астралом. Приучайте себя жить 24 часа в позитивном мышлении. Излучайте больше позитивных эмоций. Будьте больше в радости, веселье и интересе к жизни. Это жизненно важно не только для вашего психического и физического здоровья, но и для нашей планеты в целом. Позитивное мышление разбавит самые негативные эгрегор планеты. Страха, душевные боли, безысходности, депрессии, грусти, печали и прочего. И нам всем станет сразу намного легче выходить из негативных мыслей и состояний. Поскольку одна сильная негативная мысль способна накрыть не только одного человека, но и десятки людей вокруг него. А дальше, как цепная реакция, идет вирусная рассылка в нашем пространстве на тонком энергоинформационном уровне. Старайтесь 4-5 раз в день обратить внимание на свое состояние. Есть ли у меня улыбка на лице? Если нет, то целенаправленно ее вызывайте. После одной-двух минут натянутой улыбки в вашем организме автоматически выделяется гормон сиротонин, гормон радости, и настроение заметно улучшается. Начать осознанно собственное самовоспитание и самосовершенствование. Это дальнесрочные планы. Начать работать над своими ограничивающими установками и программами. Заменять их освобождающимися установками и мышлением, возможностями. Убирать негативные эмоции, чувства и реакции на жизненные ситуации. Поменять свое мировосприятие на позитивное. Жить по нравственным ориентирам, правилам мироздания, тем самым повышая свой уровень сознания и вибраций, автоматически улучшая свой событийный поток жизни. Именно эти перечисленные действия являются самым лучшим признанием высшего организующего начала, а также верой в него и служением ему, а вернее, сотрудничество и сотворчество с Творцом на планете Земля. Ваш выбор определит ваше будущее. Еще до рождения мы приняли решение выучить этот эволюционный урок, а может уже кармический. И теперь к этому контракту души нужно относиться с должным уважением и пониманием. Мы выбирали направление развития, просчитали все варианты и способы помощи себе, взяли с собой все инструменты и подсказки. В нас полно сил, способностей и талантов. И свыше нам постоянно посылают возможности. С помощью всего этого мы легко можем воплотить в любую нашу мечту реальность. С нами всегда наши духовные помощники и наставники, ангелы-хранители. За каждым из вас стоит целая армия, поверьте мне на слово, как рекрессологу, который очень часто встречается с высшими учителями в тонких пространствах и мирах. Они просят передать вам через меня, что тут на Земле нам всем должно быть немного стыдно со всей этой мощью и поддержкой не справиться с этими заданиями, которые даются нам по силам. Ваша задача – начать делать и идти вперед хоть маленькими шагами. Выбор человека – идти по конструктивному пути развития или деструктивному. Как и какими средствами – личное дело каждого. Вся информация уже есть как в нас самих, так и в данной книге в готовом виде на все случаи жизни. Более глубинная информация доводится до нас через внутренний голос. Кто-то это называет совестью, кто-то интуицией. Слушайте внутреннюю тишину, свое шестое чувство, и вы получите доступ к дополнительным знаниям, которые вам помогут выйти из тупика собственных страхов и накрученных страданий. Внимание людей и всего человечества должно быть сейчас обращено именно во внутренний, а не во внешний мир. Когда достаточное количество людей выйдет на уровень общения со своим Высшим Я, душой и своими кураторами, мир изменится. Именно на это сейчас направлено внимание наших духовных учителей. Когда каждый начинает осознанно работать со своим внутренним миром и своей личностью, вы тем самым меняете наш сегодняшний внешний мир. Объединившись с Единым Центром Высшего Разума через наш внутренний мир, а именно он является порталом к своему Дому Души и целому организму Космос, мы вместе начинаем активно творить новый и созидательный мир. Не кто-то извне придет к вам и изменит ваш мир к лучшему. Только мы сами, человечество, имеем право это сделать. Но изменить мир к лучшему мы должны не как люди, а как сотворцы. Важно не просто верить в лучшее, а знать, что вы творите новую реальность и прекрасный мир будущего человечества. Люди верят, сотворцы знают. Люди мечтают, сотворцы воплощают мечты в реальность. Люди умирают, сотворцы знают, что живут вечно. А здесь во временной командировке по спецзаданию и творят новую позитивную реальность. Любое рост сознания осуществляется естественным путем. Любая эволюция – это эволюция изнутри. События, которые происходят во внешнем мире, сильно влияют на сознание людей, если они не знают законов мироздания. Но вы уже просвещены. Главные события, которые определяют рост сознания вас и каждого, всегда происходят внутри вас. И только эти внутренние события способны направить сознание и человечество в нужное русло и кардинально изменить мир вовне. Если вы не знаете, как быстро выйти на высоковибрационное позитивное мышление, читайте другие мои книги «Истории погружения в прошлые жизни», слушайте вебинары, приходите на тренинги, курсы, марафоны. Вам будут очень рады. Пришло время позитива, волшебства и свободы на Земле. Свободный человек нового тысячелетия Свобода личности выражается в том, что человек может найти меру индивидуальной гармонии. Когда вы освободитесь от навязанного страха, тогда вы легко начнете отстаивать свои права, права семьи и общества у деструктивных сил. Тогда вы легко сможете находить точку баланса в отстаивании своих прав с внешними системами. И я не буду перечислять, где именно нужно отстаивать свои права и границы. Каждый сам на своем месте четко видит и знает, где и как. Просто сегодня с мышлением раба смелости не хватает это сделать. Выбор за вами. Совершенствовать наше общество или ждать, когда свыше через деструктивные силы совсем прижмут. Узнав правила мироздания, вам будет легче взаимодействовать с окружающим миром. Свободному человеку нового тысячелетия свойственно высокое сознание ответственности, в первую очередь за себя, и долго, прежде всего, перед своей душой. Высокая духовная организация позволяет ему жить жизнью всего человечества и даже всего космоса. находить в этом материал для своей перестройки, ориентируясь на новые гуманные средства воздействия на других людей для их совершенствования на основе любви, единения, свободы и радости. Закон радость Проходя по базару, Сократ говорил, «Люди покупают себе дорогие удовольствия на рынке, а я бесплатно добываю себе удовольствия из своей души». Радость является выше по вибрациям, чем любовь по вибрационной шкале Хокинса. Это чувство является лучшими кирпичиками для выстраивания всего нового, нового мышления, которое несет новые возможности, новые хорошие отношения, новые проекты, здоровье. Вибрация радости способна быстро исцелять, как и чему вы сегодня порадуетесь. Души, чья специализация нести праздник, способны заодно представление заполнить потемневшие от негатива души ресурсами, светом, надеждой, верой, счастьем и, конечно, гармонией. Люди недооценивают силу радости и влияние этой вибрации на нашу жизнь. Женщины сетуют окружению на их обратную связь в ее адрес. Почему ты такая злая и все время хмуришься? Я злая, потому что жизнь тяжелая. С точки зрения высших законов мироздания, все как раз наоборот. У этой женщины тяжелая жизнь и много несчастий, а того, что она злая и источает галимый негатив в пространстве. Закон радости под пункт управления эмоциями. Кто в нашем теле включает эти кнопки и выключает радость? Почему мы часто впадаем в тревожность, страхи и испытываем стресс? Небольшая лекция от Лоретта Грациана Бройлинга «Гормоны счастья». Когда вы волнуетесь, что вас не пригласили на вечеринку или что у вас ужасная прическа, мозг снова беспокоится о вашем выживании. Оба этих обстоятельства создают риск для ваших социальных связей. А эти связи имели большое значение для выживания предков. Если вы освобождаетесь от таких угроз существованию, как голод, холод или наличие вокруг хищников, мозг по инерции продолжает сканировать другие потенциальные угрозы. Разумом, вы понимаете, что плохая прическа это еще не угроза выживанию. Но нейроны, настроенные на межличностное общение, не могут не испытывать при этом некоторую тревогу. Процесс естественного отбора создал мозг таким, что мы подсознательно ощущаем чувство удовлетворения, когда видим возможность для передачи нашего кино в партнеру, и наоборот ощущаем тревогу и раздражение, когда такие возможности теряем. При этом, чтобы испытать чувство дискомфорта, совсем не обязательно сознательно стремиться к передаче генов. Этот дискомфорт подсознательно запускает врожденные системы сигнализации. Подобные реакции на внешние раздражители заложены в желании нашего мозга обеспечить выживание. Но они не основываются на врожденных нейронных связях. В отличие от многих животных, мы не рождаемся, будучи наделенными инстинктами поиска какой-то специфической пищи или избегания каких-то определенных хищников. Мы рождаемся с мозгом, который сам выстраивает внутренние связи на основе нашего опыта. И если кратко, то наш мозг характеризует несколько особенностей. Он заботится о выживании наших генов с тем же тщанием, с которым заботится о выживании тела. Он настраивает нейронные связи еще в детском возрасте человека, хотя для взрослой жизни этих путей часто оказывается недостаточно. Именно поэтому бывает так трудно понять природу наших нейрохимических подъемов и спадов. Разберемся в гормонах радости, стресса и страха. Зная базовые особенности нашего мозга, легче справляться со своим физическим телом. Адреналин – важнейший гормон, реализующий реакции типа Би или Беги. Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при тревоге, страхе, при травмах, ожогах, и шоковых состояниях. Он не участвует напрямую в продвижении нервных импульсов. Зато поступив в кровь, он вызывает целую бурю реакций в организме, усиливает и учащает сердцебиение, вызывает сужение сосудов мускулатуры, брюшной полости, слизистых оболочек, расслабляет мускулатуру кишечника и расширяет зрачки. Выражение о страхах глаза велики, имеют под собой абсолютно научное основание. Норадреналин – гормон и нейромедиатор. Норадреналин также повышается при стрессе, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. В отличие от адреналина, основное действие норадреналина заключается исключительно в сужении сосудов и повышение артериального давления. Сосудо-суживающий эффект норадреналина выше, хотя продолжительность его действия короче. И адреналин, и норадреналин способны вызывать тремор, то есть дрожание конечностей, подбородка. Особенно ясно эта реакция проявляется у детей возраста 2-5 лет при наступлении стрессовой ситуации. Чувства, которые мы описываем как счастье, обеспечиваются наличием в мозге четырех особых нейрохимических веществ дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Эти гормоны счастья активно синтезируются в те моменты, когда мозг идентифицирует позитивные для нашего желания явления. Затем их уровень в организме резко падает до следующего приятного случая. Каждое из этих нейрохимических веществ включает у человека специфическое положительное ощущение. Дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое. Это то чувство, когда люди произносят «Эврика, я нашел». Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает смягчать боль. Часто такое состояние называют эйфорией. Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в кругу себе подобных. Теперь это называется социальные связи. Серотонин создает у человека чувство признания и уважения со стороны окружающих. Примив гормонов счастья в мозг длится недолго. Как работают гормоны счастья? Выработка гормонов счастья осуществляется в нескольких небольших по размерам отделах головного мозга. Гиппокампе, миндалевидном теле, гипоталамусе, гипофизе и некоторых других, которые в совокупности объединяются в римбическую систему человека. Римбическую систему окружает большая кора головного мозга. Римбическая система производит активные биологические вещества, нейромедиаторы, те самые, что простым языком называются гормонами счастья. Эти нейрохимические вещества подсказывают «Вот это для тебя хорошо, а вот это для тебя опасно, избегая этого». Ваше тело не всегда в точности выполняет указания нейромедиаторов, поскольку кора головного мозга может их отменить. Но если это происходит, то кора головного мозга подает лимбической системе альтернативные сигналы, на которые последние реагируют. Таким образом, в какие-то моменты кора головного мозга человека может стоять выше его лимбической системы. Но наш древний мозг унаследован еще от предков млекопитающих, в значительной мере определяет то, кем мы являемся в наших реакциях и эмоциональном смысле. Кора головного мозга направляет внимание и тщательно анализирует информацию. Но именно рептильная и лимбическая система побуждает нас к действию. Дофамин – нейромедиатор – считается ответственным за продуцирование чувства удовольствия. Уровень дофамина достигает максимума во время таких действий, как еда и секс. От него косвенно зависят и сердечная деятельность, и двигательная активность, и даже рвотный рефлекс. Выработка дофамина стимулируется своеобразным эффектом достижения цели, которые всегда присутствуют в любви. Точно так же, как его выработку в организме ребенка стимулируют слышанные ему шаги матери. Дофамин сигнализирует мозгу, что желаемая цель находится в сфере досекаемости. Марафонец ощущает привив дофамина при виде финишной ленточки. Футболист получает мощную порцию дофамина, забив гол и исполняет танец победы. Я сделал это, говорит мозг телу спортсмена. Вы испытываете такое ощущение внутреннего комфорта, что заставляете тело снова и снова совершать действия, которые обеспечивают его появление. У примата, приближающегося к плоду, висящему на дереве, происходит выброс дофамина в момент, когда он видит цель своих усилий. Дофамин обеспечивает обезьяне прилив энергии с тем, чтобы она удовлетворила текущую потребность. Приматы не могут произнести «я сделал это», но нейрохимические вещества в их мозгу создают чувство удовлетворения без слов. Секреция дофамин у обезьяны начинается с того момента, как она видит плод, который может достать. Это происходит потому, что дофамин обеспечил создание в ее мозгу нейронной связи, тогда, когда она впервые попробовала приятный плод на вкус. Содержащийся в плоде сахар послал мозгу сигнал «Это то, что тебе нужно, попробуй еще найти эти плоды». Прилив дофамина связал все свободные в этот момент нейроны и настроил мозг обезьяны так, чтобы приедет чего-то подобного сладкому плоду, у нее автоматически начинался бы синтез этого нейромедиатора. Как дофамин создает новые нейронные пути? Дофамин участвует в создании новых путей передачи нервных импульсов, нейронных связей. Эти пути возникают на основе прежнего опыта получения дофамина. Представьте себе ребенка, предка современного человека, который вместе с матерью занимается собирательством в лесу. Этот ребенок видит огонек, загоревшийся в глазах его матери, в тот момент, когда они выходят на ягодную поляну. Так называемые зеркальные нейроны ребенка, нейроны, которые зеркально отражают поведение других людей, синтезируют у него дофамин еще до того, как он попробует ягоды на вкус. Когда же он начинает есть ягоды, выброс дофамина многократно увеличивается. Свободные в этот момент нейроны под воздействием дофамина образуют новые нейронные связи. Эти связи помогут ребенку впоследствии моментально ассоциировать зрительный образ, звуки и запахи с ягодами. Без сознательных усилий с нашей стороны дофамин строит некий нейронный шаблон, благодаря которому мы учимся находить вознаграждение или удовольствие. Вознаграждение, которое приносит нам профессиональная или социальная активность, не так легко достижимы, как сахар или продукты из ягод. Поиск и получение вознаграждения со стороны общества активно стимулирует выработку дофамина у человека. Но дофамин очень быстро расщепляется, и нам приходится каждый раз стремиться к новому вознаграждению для того, чтобы получить удовольствие. Вот почему постоянно находиться в тотальной эйфории радости для нас невозможно. Можно обрести постоянный позитивный эмоциональный фон, который больше будет похож на ровное стабильное удовлетворение, а сильные эмоции радости мы испытываем кратковременно. Какой гормон влияет на принятие решения и проявление инициативы? Считается, что дофамин также участвует в процессе принятия человеком решений. По крайней мере, среди людей с нарушениями синтеза дофамина многие испытывают затруднения с принятием решений. Это связано с тем, что дофамин отвечает за чувства награды, которые зачастую позволяют принять решения, обдумывая то или иное действия еще на подсознательном уровне. Нехватка дофамина в соответствующих участках мозга ведет к потере инициативы, к сидению и мечтанию. Более серьезный дефицит, к полной невозможности совершить активные действия. Дальнейшее развитие этого состояния может вести к синдрому Паркинсона. В чем секрет патологического поиска наслаждений? А вот избыток дофамина способствует поведению, связанному с поиском наслаждений. От вкусной еды до интересного видеофильма. Последние научные изыскания существенно расширили представление дофамини по сравнению с серединой прошлого столетия. Знаменитый эксперимент канадских ученых, относящийся к 1950 годам, когда к крысе в центре удовольствия были имплантированы электроды, после чего она научилась раздражать эти центры низковольтными разрядами электричества, нажимая на специальный рычаг, установленный в ее клетке. Животное осуществляло это раздражение так часто, что в конечном счете погибло. Его не интересовали больше ни пища, ни вода, ни привлекательные сексуальные партнеры. Ученые предположили, что электрические импульсы стимулировали у крысы центр наслаждения. Но почему мозг оценивал наслаждение до такой степени высоко, что готов был погубить животное, а не обеспечить ему возможность есть пить или размножаться. Теперь это мы знаем, что активную выработку дофамина стимулирует ожидание вознаграждения. Несчастная крыса все время продолжала ожидать от каждого нажатия рычага все новые награды, поскольку именно это ожидание приводило к выбросу в ее мозг большего количества дофамина, чем она могла получить от какого-то реального почтения. и Продолжение следует...